Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить про миграцию, которая наблюдается на территории России. Очень много апокалиптических прогнозов по этому поводу вижу. Люди, которые уже эмигрировали, соответственно, пытаются отстоять свою точку зрения, свое решение, что они все сделали правильно, что в России ловить нечего, что все здесь будет только ухудшаться. Вот там все будет хорошо. И здесь, что называется, хочется ответить, хорошо там, где нас нет. Я поделюсь своим собственным мнением, как я смотрю на вопросы миграции, которые наблюдаются в настоящий момент. Кто для себя рассматривает миграцию, то я могу сказать, какие точки лично мне были бы интересны. Если бы я принял такое решение о том, чтобы эмигрировать из страны, какую бы страну я, может быть, рассматривал для себя в этом плане как направление и почему, что называется. А также поговорим о том, как это использовать, то есть какие в этом случае открываются возможности. Вот в этом видео, кстати, мы говорили как раз-таки о сделке века. И там одним из элементов сделки века, которую можно получить в настоящий момент, как раз-таки является эмиграция. Эмиграция людей, которые создают очень много прибавочной стоимости. Это и иностранные работники, топ-менеджеры. Это и российские работники, тоже топ-менеджеры или руководители среднего звена. То есть освобождается пространство, которое позволяет, в принципе, в это пространство попасть, в которое на самом деле последние 50 лет вопрос вот этих вот социальных лифтов практически отсутствовал. Потому что у нас был анекдот, очень известный. «Папа, могу ли я стать лейтенантом? Можешь, сынок. Могу ли я стать капитаном? Можешь, сынок. Могу ли я стать майором? Можешь. А могу стать генералом? Нет, сынок, не можешь, потому что у генерала есть свои дети». И это был достаточно популярный анекдот, да, то есть некие такие ограничения, которые тоже говорили о том, что в России вопрос социальных лифтов, связанных с тем, что можно там снизу дорасти до какого-то руководящего звена, какой-то высокооплачиваемой позиции, достаточно долгое время был закрыт, а сейчас этот вопрос становится открытым, да, просто потому что страна поставлена в такие непростые условия, и поэтому эти возможности открываются. В настоящий момент, как я уже говорил, во-первых, закрываются предприятия, где учредителями, собственниками были иностранные компании. Иностранные компании просто уходят с рынка, закрываются, но при этом остаются производственные комплексы, да, остаются склады, да, то есть какая-то логистика, в принципе, остается настроенной, и отдельные компании просто передаются российскому менеджменту, продаются российскому менеджменту. Где-то иностранные компании уходят с так называемыми опционами, да, то есть они вроде бы как отдают весь бизнес там в российскую юрисдикцию российским собственникам, с правом потом в дальнейшем вернутся, да, на каких-то заранее оговоренных условиях. То есть цель сохранить логистику, сохранить предприятие, сохранить бизнес-процессы, может быть, не на таком уровне, которые были до недавнего времени, но смысл сохранить. То есть, опять-таки, эта машина по производству денег, ее нужно сохранить, зачем ее курочить, там, разбивать кувалтами. Но при этом люди, которые этим управляют, тоже выезжают. Остаются единицы. Мало того, те, кто остаются в условиях мобилизации, или призываются, да, то есть 300 тысяч человек призвано на специально-военную операцию, еще больше, там, порядка 700-800 тысяч просто эмигрировало из страны, потому что испугались мобилизации. Традиционный призыв, да, вооруженные силы, порядка 200 тысяч человек должно быть призвано. То есть в общей сложности из такого экономически активного населения, причем среднего класса, да, то есть эмигрировало, там, более 1 миллиона людей. И это не только мужчина, да, то есть кто-то эмигрирует целыми семьями, детьми, которые непосредственно переезжают. Какие возможности в этом случае открываются? Ну, то есть есть люди, которые малый и средний бизнес просто продают или оставляют. Потому что, да, понятно, что, допустим, Макдональдс, он интересен как бизнес предпринимателем. Но если мы говорим о каком-либо малом бизнесе или среднем бизнесе, я не знаю, там, деревообработка, производство какое-то, оно может быть просто неинтересно. Почему неинтересно? Потому что продают все, а покупать никто не хочет. И получается, что количество предложений очень большое, а покупателей нет, и цена начинает падать. Желающих купить, которые приняли для себя решение, что при таких условиях даже, несмотря ни на что, они все равно остаются в России. Первый критерий, что они остаются в России. И второй критерий, у них есть деньги. То есть у них действительно есть деньги, не 100% в акциях, да, у них есть просто кэш, живые деньги, может быть, даже доллары, да. Может быть, на уровне технологий возможность перевести, там, я не знаю, в цифровые активы какие-то и сделать перевоз, чтобы оформить сделку купли-продажи. Таких людей единицы, да. По недавнему опросу, там, 50% людей вообще не имеют запасов даже на один месяц по ликвидности населения страны. Но при этом люди, которые, опять-таки, подписаны на канал, которые смотрят наши ролики, они понимают, что эти возможности постепенно открываются, и вот эта миграция как раз-таки такие возможности предоставляет. То есть есть бизнесы, как я говорю, некую такую метафору, да. Вы идете по широкому проспекту, на этом широком проспекте раскидана куча машинок по производству денег. Есть маленькие машинки, есть побольше, есть вообще просто огромные. Соответственно, находился в отпуске, просто смотрел сейчас еще, как я говорил, что один из инструментов инвестиции – это в реальные активы, в реальное производство. Под Воронежем, соответственно, продавалось здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, 6,7 гектаров земли. Озеро на территории, да, то есть это отель. Я в этом отеле непосредственно был, наблюдал, то есть на территории отеля есть бассейн. Соответственно, сам отель, озеро, 7 гектаров земли, 3,5 тысячи квадратных метров коммерческих помещений, которые можно сдавать в аренду и получать денежный поток. То есть стоимость продажи этого объекта недвижимости составляла 75 миллионов рублей. То есть 20 тысяч рублей за квадратный метр. И это вот те сделки века, о которых мы говорили вот в этом видео, да, по поводу недвижимости, которые уже начинают появляться. Но вопрос в том, что их сейчас никто не мониторит. Я на 95% уверен, что пока вы не посмотрели данное видео, пока я не перевел фокус вашего внимания на том, что такие сделки уже есть, вы сами ни на Авито, ни на Циане, ни зашли и не посмотрели, а что же такого есть. Потому что люди, даже если заходят, они сидят и мониторят, сколько стоит квартира, которую они хотели купить. И они смотрят, квартиры нифига не падают. Ребята, посмотрите шире, да. Посмотрите, вот в этом видео мы говорили о том, как меняется мир, как меняется транспортная логистика мировая. Что является точками роста. Какие направления являются точками роста. А если вы посмотрите промышленную землю, автодороги Москва-Казань. Или дальше посмотрите Казань-Екатеринбург, или Казань-Уфа, то есть дальше туда, на восток. Посмотрите, что там продается и по каким ценам продается. Поэтому, когда стоит вопрос миграции, да, неприятно. И да, наверное, на первых порах имеет смысл говорить о том, что в России будет плохо. Потому что действительно люди, которые обладают знаниями, умениями эффективно работать, они эффективно коммуницируют, они эффективно управляют, они являются классными специалистами в любой отрасли. Они, соответственно, мигрируют в первую очередь у них, потому что они востребованы будут за рубежом. Но это открывает опять лифт. И вопрос, что делаете вы? Если у вас нет денег, если у вас нет возможности купить производственный комплекс, у вас нет возможности купить землю, вы не знаете, каким образом ее обрабатывать, да? У вас в этом случае миграция позволяет занять вот это выбывшее место. И то есть вы можете сейчас концентрироваться не на том, чтобы покупать активы, которые сильно упали в цене, а чтобы вкладывать свои знания, умения, навыки, да, повышать квалификацию, повышать производительность своего труда, начните с эффективной коммуникации, как минимум. И это уже позволит вам начать увеличивать активный доход. Если у вас есть капитал, и вы приняли решение, как я оставаться в России, посмотрите на возможности, которые в этом случае открываются. И опять же, когда мы говорим о миграции, миграция людей, это такая история, которая как развернулась, так и может вернуться обратно. Люди физически могут переместиться, да, то есть со своими знаниями, навыками, умениями. Это вопрос политической воли. Посмотрите на тот же самый Китай. Что они делают в плане миграционной политики с высококлассными специалистами? Они их просто закупают, создают условия, чтобы они непосредственно работали на территории Китая. Посмотрите 20-е годы 20-го века в России. Была ли миграция? Дворянство, интеллигенция, белогвардейское движение, почитайте бег тот же самый, где вся беда показана, да, когда люди эмигрировали в Париж, в Стамбул. Направления практически те же самые, да, Париж поменялся на Дубай, Стамбул как был, так и остался Стамбулом, но еще в периферийные страны, там, в Армению, в Грузию, в Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, в зависимости от того, каким доходом мы обладаем. Я обещал, что я расскажу, да, чтобы я рассматривал для себя, то есть если вы все-таки принимаете решение, нет, Максим, не надо петь мне там за советскую власть, да, то есть я для себя принял решение, а ты обещал ответить на вопрос, куда же эмигрировать, если бы ты сам делал. Я бы для себя, наверное, выбирал направление Армения, почему, потому что относительно небольшая по территории страна, второй эффект базы, с 1000 рублей сделать 1000 рублей, гораздо проще, чем с миллиона сделать миллион, и гораздо, гораздо проще, чем с миллиарда сделать еще миллиард. Поэтому здесь я, наверное, выбираю, выбирал бы Армению, выбирал бы Грузию, просто в Грузии там уже там движение как таковое состоялось, цены очень активно выросли, потому что пользовалась определенным интересом со стороны российских инвесторов, и цены просто взлетели. В Армении пока что это непосредственно не отразилось. Да, уровень жизни будет там гораздо хуже, чем в том же самом Дубае, да, ни развлечений никаких, ничего, но если говорить про эффект базы, наверное, я бы выбирал это направление для миграции. Оно интересна, некая такая граница, опять-таки, с позиции логистики, где пересекаются различные континенты. Здесь и Азия, здесь и мусульманские страны, та же самая Турция, та же самая Иран, здесь и Европа, та же самая, и поэтому здесь получается некая-то точка роста. И нужно понимать, что по итогам 2022 года заявляют, что будут двузначные темпы роста армянской экономики, да, потому что высококвалифицированные специалисты туда иммигрируют. Но нужно понимать, что в этом случае вы будете находиться в очень плотной конкуренции. В том числе, там не будут быстро созданы рабочие места для высококвалифицированных специалистов. И нужно понимать, что тогда будет существенная конкуренция. И куда вы тогда направляете свои усилия? То есть вы понимаете, что если вы будете ехать в Дубай, это будете не только вы, но это будет большое количество людей с большими деньгами, с высокой производительностью труда, которые могут себе позволить тот уровень жизни. По тем ценам, которые там непосредственно есть. Посмотрите, сколько там стоят садики, сколько там стоит аренда недвижимости, сколько там стоят продукты. Если вы мигрируете в ту же самую Армению, все это будет стоить гораздо дешевле, но нужно понимать, что и люди, которые туда мигрируют, это менее производительные, да, и вы встанете в очередь со всеми этими людьми. И поэтому то, о чем я говорю сейчас, нужно быть там, где нет людей. То есть нужно быть там, где создается вакуум. То есть, наоборот, по каким-то причинам происходит отток, и отток массовый. Потому что вакуум, он все равно заполняется. И вопрос, кем он будет заполнен. И в этом случае мы понимаем, что есть эффект базы, есть очень большой горизонт возможностей. При условии, опять же, в этом видео, когда говорили про сделку века, мы говорили о том, что увеличьте горизонт инвестиций. Конечно, все, что я говорю, применительно прямо сейчас для человека, который планирует на квартал, человека, который планирует на один год, и который хочет спастись от чего бы то ни было, у него шарашат эмоции, и решение принять достаточно сложно, и это решение будет преимущественно эмоционально. Как только вы увеличиваете горизонт в пять раз, до пяти лет, а лучше до десяти, то в этом случае принять решение становится гораздо проще. Миграция людей, еще раз я повторюсь, это вопрос политической воли. Опять же, посмотрите на 20-е годы, к чему это привело. Из царской России высококлассные специалисты эмигрировали, но при этом в следующие 10 лет была создана своя собственная индустрия, то есть были очень сильные, мощные социальные лифты, которые позволили очень быстро расти по карьерной лестнице, если вы становитесь эффективным на своих местах. Вот о чем хотелось поговорить, говоря о миграции, какие возможности сейчас открываются. И тут ответ на вопрос, кто я, куда я иду, увеличенный горизонт инвестирования, гораздо проще принимать решения, и шикарные возможности, которые открываются для людей, которые остаются у нас в стране. И в заключение хочется сказать, что в следующем видео мы поговорим о том, что делать, что развивать людям, которые остаются в России, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok